Сегодня у нас в гостях Влад Стриммер, которого похитили в Мариуполе и увезли в неизвестном направлении. Влад, скажи, как это произошло и куда тебя вывезли? Я приехал в Мариуполь на соревнования к сестре и просто пошел, можно сказать, покурить. Тут в городском саду два молодых парня шли с одной стороны. Когда я уже возвращался в здание, где проходят соревнования, 20 пионеров, схватили меня за горло, сказали лицом в пол. Люди пытались что-то делать, но подъехала машина, где явно я рассмотрел автомат Калашникова. И меня посадили в машину, накинули мешок на голову и отправили в аэропорт. Там меня пытали, можно рассмотреть следы от побоев, есть на спине следы, били прикладами. Заставили написать, заставили записать обращение к украинскому народу и к правоохранительным органам. Я не хотел, я просто боялся. Мне 16 лет. Я еще даже школу не закончил, можно так сказать. Но заставили под угрозой лишения жизни, я написал это заявление и под... Они изначально знали, что тебе 16 лет, и все равно избивали прикладами, допрашивали. Да, им пофиг было, как они мне сказали. Им все равно было, сколько мне лет. Самое главное, что я пособничал террористам. Они в основном задавали вопросы, как, есть ли у кого-то бизнес из активистов ДНР. Есть ли бизнес, например, вот как у начальника пресс-центра, есть ли у него бизнес. Я не знаю, есть ли у него бизнес. Меня все равно допрашивали. Если я говорил нет, например, нет у него, мне все равно били прикладом. Били прикладом, они думали, что после этого скажут что-то другое. Вот спрашивали про Андрея Борисова, в основном, и про его команду ополчения. То есть они выпытывали адреса родных, близких, чтобы в последующем найти этих активистов. Правильно? Из этого следует, что если они допрашивают даже 16-летних ребят, то все видео, которые выложены в интернет-ресурсах и на телеканалах о наших депутатах и активистах, которые рассказывают, что они одумались, и они делали неправильные вещи, когда они голосовали за ДНР и проводили референдум, и дальше продолжали работать на благо народа Донецкой Народной Республики. Из этого следует, что все материалы были отсняты под угрозой их жизни. Да, можно так сказать. Я просто 16-летний, можно сказать, студент, потому что я вот начал учиться. Получилось так, что не закончил училище. Взялся за камеру, показать людям правду. Бесплатно, на вольных хлебах. Помогали мне люди, как могли. Все, что мне помогали люди с разных регионов и, можно сказать, с разных стран мира. Вот эти деньги у меня были, которые на проезд, на питание, на жилье. Они за это видео, которое отсняли с тобой, когда ты присягал на верность народу Украины и согласился сотрудничать со спецслужбами, они что-нибудь за это видео сказали? Они обещали меня отпустить, во-первых, и не трогать мою семью и меня. После чего они сказали, если я вернусь в ДНР, буду с ними контактировать и все такое, то меня это видео выложат и скажут, что если не мы тебя добьем, то активисты Донецкой Республики. Вот таким вот образом националисты выбивают у людей показания и потом снимают, по их мнению, отличные видеоролики. О патриотах, которые говорят о ДНР лишь плохое, теперь нам многое становится понятно. Это также было видно на видео, когда депутат от Мариуполя стояла в окружении бойцов и говорила, что они отличные, хорошие люди. И она ошиблась, когда пошла работать на благо народа ДНР.